Сегодня день да! На все ваши просьбы я буду отвечать да! Ой, ну тут вам раздоли, девчонки! Хотите еще докупить себе? Хотим все! Едем брать еще одного кота! Ну что, выбираете? Какие цвета будете? Я бы хотела, чтобы день да был каждый день! Всем огромный привет! Сегодня у нас настоящий праздник! Сегодня день да! И, к сожалению, не мой муж будет мне 24 часа говорить да на все мои запросы, а я своим дочкам Мирославе и Злате на любые абсолютно их просьбы буду сегодня отвечать да! И для тех, кто не знает, меня зовут Виктория Портфолио, и мы начинаем это видео! Сейчас я буду сообщать своим дочкам, что сегодня на все я им буду отвечать да! Ребят, все, я иду в детскую игровую, чтобы сообщить Мирославе и Злате, что сегодня день да! Девчонки, значит, у меня для вас сюрприз! Какой? Сегодня у нас будет день да! Как в том фильме? Да, фильм, который мы с вами недавно смотрели, именно этим фильмом я и вдохновилась на эту идею! Кстати, когда мы смотрели этот фильм, помните, вы мне говорили, мама, давай строим тоже такой день? Да, 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 да! Да, и вот сегодня у нас будет такой день! На все ваши просьбы я буду отвечать да! Вы можете захотеть абсолютно что угодно! Скажите, мама, я хочу это, я хочу то, я хочу мороженое, я хочу пирожное! Давайте, я готова выполнять ваше первое задание, да! Мы все в платьях, а ты нет! Иди одевай, мамусь! Я только оделась! А теперь приодевайся! Пойдем! Когда ты встанешь в платье, будет еще красивее! Хорошо! В общем, просто выбрала вот это платье, потому что его легко одеть! И оно лежало сбоку! Сейчас быстро переодеваюсь и еду выполнять задание девчонок! Кстати, я не знаю, какое следующее задание, не спросила! Сейчас спросим! Что это тебе? Ну, пожалуйста, разрешите остаться в этом, девочки! Мама, только сумку выберем! И еще обувь, давай вот эту выберем! Ну и обувь выбирайте! Вот эти? Злата, ты выбираешь обувь! Так, хорошо! Мне кажется, так вот контрастно будет смешно, если ты наденешь сумку-седло! Да? Все, решено! Спасибо, девчонки! Все, одеваюсь, выхожу! Так, девчонки, пока следующее задание, это вас жду! Давай хором! Давай, давай! Давай накрасим ногти! Кому мне? Нам! Вы хотите накрасить ногти? Какие цвета? Тут и синий, и какой-то из этих пальцев голубой, и на голубом блестке! Так! Мне вот и цветы биби как-то знаешь? Цветы биби, да? Желтый, черный! Желтый и черный, все, супер! Значит, Злати, желтый и черный тебе голубой с блестками! И синий! И синий! Все, отлично! Поехали! Мама, у тебя где-то подевались синие очки! Можно мне их, пожалуйста? Да, вот синие очки! Тебе их? Ты себе хочешь забрать? Я думала, мне! Мне! Ну, ладно, давай, только аккуратно, ладно? Обещаешь аккуратно, Мирозь? А то они новенькие такие, не потеряй их, не сломай, пожалуйста! А я возьму эту сумку! Что, ну, Злати? Мирозь, держи еще вот такую сумку! О! Все, так выходим из гардеробной, девочка, а то мы сейчас здесь задолго будем! Запомни, мам, ты все время говоришь сегодня да! Что же, мы едем в салон! Девчонки, давайте, может быть, вместо ногтей сделаем вам какие-нибудь там косички или как-то волосы подзовьем! Мне кажется, так будет классно вам! Ну, мама! Давайте! Ну, сегодня же день дат! Ты же обещала! Ну, подумайте! Может быть, все-таки не ногти? Мам! Так! А если ты не хочешь ногти, давай тогда сделаем временное тату! Слушайте, нет, давайте тогда ногти! Все-все-все, я ничего не говорила, давайте ногти! Все, окей! Готовы ногти делать? Да! Да, все, значит, Злата делает какой там цвет? Черный и желтый, Мирослава синий-голубой с блестками! Можно мне тоже блестки добавить? Тоже блестки? Да, можно, Злата! Да-да-да, сегодня день да! А хотела сказать нет? Да, хотела сказать нет! Ты сказала нет! А вообще слова нет нельзя говорить сегодня? А давай придумаем одно слово! Наказание? Какое? Скажет слово нет, тот что? Или начнет отговариваться! Неделю без телефона! О-о-о, это самое ужасное наказание! Это ж мои зрители будут без видео целую неделю! Это наказание не для меня, а для зрителей, которые привыкли к моим видео! Как же это вы делаете без видео? Каждую неделю будет динда! А вот это нормально, целую неделю, да! Н! А мы можем... Значит, я должна вообще слово нет сегодня не говорить! Все, окей, договорились! Сегодня без слова на букву Н! Да! Что-то скучно у нас радио, давай включим детское? Попросим! Моя интересненькая, да! Мама! Включи детское радио! А все, уже мы подъехали к салону, но хорошо, я включу! Я включу детское... На следующем пути, пожалуйста! А, на обратном пути, ну ладно, все, спасибо, спасибо! Ну что, выбираете? Какие цвета будете? Это этот я черненький! Черный? Угу! А смотри, у нас еще есть черный с блестками! Какой прикольненький! Такого будешь? Ну, давайте! Ну, с блестками... А у вас всегда был, мне кажется... А, это не гель-лак, потому что это обычный! Злат, слышишь, не я тебе сказала! Нет, обрати внимание, не я! Так что, ну, выбирай черный с блестками и какой-нибудь еще! А ты, Мирослава, какой выбрала? Вот, мне кажется, такой вот голубой очень красивый! Ты хотела голубой-синий вот как раз, смотри! Голубой-синий! Вот, голубенький и синенький! И дракон блестки, на голубой блестке, да? Да, на голубой блестке вот такие! Супер! Все! Черный и розовый! Черный и розовый, класс сочетание! Девчонки, что будете пить? Скажите! А можно какао с маршмейл? Конечно, можно! Какао с маршмейл, а ты из латы что будешь пить? Я хочу чай черный! Чай черный! Мирослава, посмотри, у меня сама маникюр просто в ужасном состоянии, уже неделю не могу записаться. В салон, зато вот вы. Тут немножко поломано, тут немножко облезло, тут немножко отросло. Да. Зато у вас сейчас будет свежий маникюр. А куда дальше? Может быть, игрушки купим? Давай, давай в толпе. С удовольствием. Ладно, надо маму потом спросить. Она ответит да. Да, 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 и только да. Мам. Придумали задание следующее? Куда, чтобы куда нам ехать? Мам, поехали в ДЛТ покупать игрушки. Какие? Любые, мы там выберем. Что-то такое задание предсказуемое, я так и знала, что вы выберете какие-нибудь игрушки. Интересно, какую игрушку выберем? Мороз, мать, большую. Надеюсь, что не очень большую игрушку. Ну, ладно, давай маму поживем небольшую игрушку. Ну, если вдвоем, тогда большую. Одну большую, либо две маленькие, да? У вас же такие. Хотите еще докупить себе? Не-не-не. Нет? Ой, Зла, теперь в этой клетке жеребенок, а не медведь. В прошлый раз Мирос и Златы хотели купить такой же набор с медвежонком, чтобы освободить медвежонка из клетки. Так вот. Вот, в этот раз тут жеребенок. Я бы хотела какое-то что-нибудь из животных, наверное. А я нет. Смотрю, лошадь, ковбой и бычок-череп. А ты такой красивенький. Прям из воды кажется, что из воды. Ух ты, Зла. А что ты берешь? Я просто метру поляточки. С косметикой. Я говорю, мам, я, можно, прочитай эту книжку? Сама крашусь. Так смешно будет. Интересно-то. Красивая? Мира, помнишь головастиков? Да. Вот они. Головастики вернулись. Там Баландыбор с Гариком сажаются. А где еще Гарри Поттер? Я так хочу Гарри Поттера посмотреть сейчас. Мирос, я такую прикольную картинку нашла. Иди сюда. Это тоже Гарри Поттер. Я хочу либо это, либо это. Не могу выбрать. У этого на радужную гриву и на рок. А у этой на большие крылья. Я, наверное, возьму вот такую вот лошадку из этих двух. Там Вата зовет. Мне кажется, нужно помочь выбрать златую игрушку. Это тоже нужно взять. У нас и так руки заняты. Как нанесем домой? На ногах. Придется задуматься, но ладно. Так, девчонки, показывайте, что вы выбрали. Все уже? Я выбрала Гермиону Грэнджу. Отлично. А я, как обычно, лошадка. У Мирослава большая коллекция лошадок. Я не удивлена, что ты выбрала лошадку. У вас такой скромный выбор, кстати, девчонки. О, Злата, ты что, руку поднимаешь? А вот я думаю, а почему у нас есть игрушки, а у подписчиков нету? То надо что-нибудь себе тоже подарить. Тогда возьмем этого Дейте Вейдера с лайком. Он розовый, да ладно? Розовый. Ребят, как вам идея от Мирослава и Златы? Просто ставьте лайк, пишите любой комментарий, и мы выберем победителя, и отправим вам на память розового Дарт Вейдера с лайком. Кстати, тебе вот из ДЛТ подарочек на день рождения для сменки, и тут что-то запакованное для тебя посмотришь потом. Сейчас мне девочки подошли, подарили тебе. Ну все, пойдемте на кассу. Что мы сейчас будем? Мы такие голодные. Давай мороженое, пирожное, коктейли всякие. Девочки, поехали. Поехали, котики. А куда? Ну куда, вы скажете, туда и поедем. Я только вам да скажу. В ресторан. Мороженое, пирожное. На террасе. Мороженое, пирожное и тортик. Что делать? Поехали. В нашей жизни-то мы как-то особо не едим такую еду. Хотела сказать нет, да? Ну, хотела, но не сказала. Пойдемте. Едем обедать, но у нас не просто обед. Обед будет необычный. Мы не будем есть там куриный супчик, пюре с котлетками, какие-то салатики овощные, как любят обычные девочки. Мы будем заказывать молочные коктейли, пирожные, мороженое, какие-нибудь кикпопсы, капкейки. И все запрещенное сейчас у нас будет. Девочки, у меня есть предложение. Не хотите стать в очередь в эту пышечную? Наверное, очень вкусные пышки. Извини, мам, но нет. Как неприятно я представляю Гермионе Грейнджер, что сейчас ей будут голову снять. Мама, а помнишь, что нам заказывать нужно? Да, супы куриные, котлетки. Мама! Что? Деньда. И? Я что-то забыла. Мороженое. Мороженое? А, ну да, мороженое. Ой, ну тут вам раздули, девчонки, смотрите. Мирой, смотри, какие эклеры. Это все нам? Ага. Давайте пробуйте. Мы это все не съедим. Надо будет еще с собой взять. Возьмем с собой. И друзей угостить. Точно. Очень вкусный торт. Что это за торт? Лавандовый. Мои вкусовые сосочки. Ура! Какая вкусненькая. Малинка еще. Ну что, девчонки, что вы попросите меня на этот раз? Я хочу собачку. А я хочу кота. Я хочу лошадь. А я хочу черепаху еще одну. А я хочу попугая и рыбок. Так, стоп. Давайте определимся, кого именно вы хотите. Все. Ну, нужно определиться. Ну, мы не можем определиться, мам. Так, ну, вы хотите что-то с животными, да? Да. Смотрите, давайте тогда съездим в приют для котов. Да. Просто я давно собиралась туда поехать. Уже договаривалась несколько раз, что в ближайшее время приеду. Давайте вместе с вами съездим. А что делать там будем? А мы привезем туда корм, дадим денежку, чтобы помочь котикам. Да. А мы сами котяток кормить будем или нет? Посмотрим, посмотрим. Познакомимся с кошечками. Давайте поедем. Все, тогда сейчас напишу и корм закажу, пока едем. Так, тебе держи. Он полегче, чем большой. Да, сейчас еще. Держишь? Да. Все, котиком. Ура. Можно я возьму? Эх, тяжеленный вот этот. А последний кто возьмет? Возьмемся? Можно я, можно я. Давай. Давай. А много у вас котиков? Слушайте, я не считала, что сейчас руководители есть. Примерно. А, да? Ну, разбираю, конечно, пристраиваю. Ой, какие маленькие. Малыши. Ой. Ой, какие маленькие. А там уже большие. Малыши. Ой, сколько их много. Какой сладкий, смотрите. Мы заехали в приют для котят. Посмотрите, какие тут сладкие пусечки. Пусечки. Они очень добропорядочные. Кто-то выкидывает, потом просто ходить по подъездам. А как у вас оказываются эти котики? В основном все практически из центрального района. Это вот с близлежащих дворов. И кто-то их, вы сами их находите? Ну, да. Котят с кошек так сами. Ими там бывают травмированные. Забирают. Иди сюда. Понятно. Это наш медочек. На медка похож. Только потолще, побольше. Постарше. Старший медок. О, хороший котик. Меня полюбил вот он. О, даже урчит. Ой, вообще. Маленький. У меня подход к котам есть. От медка. Да. Дома буду медка-то гладить. И вспоминать Семена. Семен очень похож на медка. Все, ребят, Златя достает этого малыша. Он не царапает? Нет, не царапает. Он только если испугается, ты же не будешь пугать. Окей? И Горгода и песенку поет себе. Я думаю, сейчас после этого видео зрители его заберут. Мои зрители в Инстаграм, в Телеграм знают, что я уже пристроила нескольких котиков. И вот сейчас мы хотим вот этого малыша корицу пристроить. Вот. Может быть, кто-то из моих зрителей взял бы этого черно-белика сладкого. Мама, я лизнул. Лизнул? У него еще на носике темненькое пятнышко. Посмотрите, у корицы. Смотри. Видите? Вот пятнышко черное. Ребята, это центральный приют Санкт-Петербурга. И контакты я оставлю под видео. Вдруг корицу уже заберут? Тут еще много малышей сладких. Да, Злат? Да. Вот таких вот, которые любят всех лизать. Смотрите, а это Семен. Его взяли и через неделю, к сожалению, вернули. А почему? Ну, нам сказали, это хорошо, что вернули. Просто бывает, когда берут и вообще на улицу выкидывают потом. А Миросик говорит, какой он ласковый. Даже подошла, спросила, как его зовут. Мне он так нравится. Наш медок, но только побольше. Да, да. Ты тоже пришел. Хочешь, еще приедем? Потом купим снова что-нибудь и приедем. Да, с удовольствием. Я Семенову. Мам, и еще надо того, знаешь, как его взять? Корицу. Корицу и другого, который всех нужен. Серенький, серенький. Он меня лизал. Да. Ой, ну они такие красивые, с пятнышками, есть селедки. Вот еще возьмете, хорошо? Спасибо. Да. Девочки, если что, с няней будут иногда заезжать. Просто мы рядом живем, чтобы корм привозить там. Вот это все. Может, бабушке или быковой? Котенка подарить? Надо будет котенка? Она больше собак любит и говорит. Ну ничего, когда вы привезете маленького котенка. Ну что же, мы прощаемся с нашими зрителями. И давайте какую-нибудь еще напоследок просьбу выполню. Кончерин. Я бы хотела две просьбы. Две? Ну давай. Каждый день ходить в этот приют и гладить котя. Хорошо. А во-вторых... Помогать им. Помогать нужно. Да, еще помогать. А еще я бы хотела, чтобы день да был каждый день. Да ладно. О-оу. Что мне делать теперь? Извини, но ты только это не можешь сказать нет. Ребят, спасибо большое, что смотрели это видео. Мы для вас старались. Но на самом деле мы и сами классно провели время. Согласны, девчонки? Вот. Ну все. Мне понравился Семен. Я котов смотрела не по красоте, точнее, не по возрасту котенок он или нет, а по ласковости, поведению. Вот Семен очень ласковый. Да. Он так терщий в меня урчал. Да. Хотя с улицы. Помогите, конечно, ванилька все время лижет. Да, да, я заметила. Я ему дала ручку, так... Начал лизать. Они все милые. А корица, да ты ее же берешь на руки, она все время типа лакет сюда. Представляете, какое замечательное дело делают волонтеры, да, то, что находят этих кошечек, лечат, содержат, помогают пристроить. Они все такие ласковые, даже не похоже, что с улицы. Потому что они соскучились по ласке. На улице же нет этой ласки. Хочется любви, внимания. Да. Всего самого лучшего. Это точно. Лучше забирать из приютов котят, помогать им и все такое. И главное дело, не выкидывать.